Первая статья из Шамати, которая так и называется «Нет никого, кроме него». Сказано «нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. То есть, действительно, есть только одна сила, а мы внутри неё. И у нас есть иллюзия, что мы можем быть свободны от этой силы. И вот эту иллюзию нам надо преодолеть. Когда мы её преодолеваем, эта иллюзия, что мы не связаны с этой высшей силой, или связаны, но можем по-своему её как-то повернуть, к ней соотнестись, она называется наш эгоизм. «Специально создано такое мнение, такая сила, такая манера поведения, якобы, что я отрицаю единственность Творца. Что мои мысли – это мои мысли, что мои желания – это мои желания. И это всё я. Я чувствую себя, как каждый из нас чувствует себя, отдельно существующим, самостоятельно существующим. И никого тут нет, кто бы мной мог командовать, гипнотизировать меня как-то, или определять, о чём я думаю, чего желаю. Меня могут заставить, но я буду чувствовать, что меня заставляют что-то делать, или даже как-то думать, как было когда-то при советской власти, как нас буквально пытались нашпиговать всякими мыслями. А здесь Каббала говорит об этом, что «да ты даже не подозреваешь». Ты даже не подозреваешь, что с тобой делают. Мысли не твои, тебе их посылают. Желания не твои, в тебе их возбуждают. Решения не твои, за тебя решают. И всё бы ты, что ни думал, ни желал, ни мечтал, ни планировал, да ничего вообще, не говоря уже о решениях твоих и о том, как они притворяются в жизнь, это всё совершенно-совершенно не ты. А кто ты? А ты никто. Ты просто маленькая букашка, которая полностью управляется единой силой, в которой она существует, в Творце. Но этой букашке дано понятие, дана возможность, дано ощущение того, что хотя она и управляется, и она управляема. Она управляется собою, хотя может быть и управляема в чём-то свыше, свыше, то есть вне её. И дана человеку, этой букашке, возможность найти, раскрыть истину. То есть раскрыть состояние, я действительно полностью управляем в сердце и в разуме, то есть в мыслях и в чувствах или нет. Вот об этом и наша сегодняшняя тема. Самая важная тема Кабалы. Почему? Да потому что раскрывая эту тему, мы практически раскрываем всё мироздание. существует оно или нет. Где мы находимся? Что это за мир, который мы чувствуем? Мы сейчас находимся во сне или наяву? Чем отличается этот сон от яви? Мы находимся в какой-то системе, в большой, замкнутой. И вот тут-то говорится, что на самом деле действительно это большая, замкнутая система, которая называется высшая сила или творец. И кроме него нет никого. Мы в нём. И вся наша задача заключается в том, чтобы раскрыть эту одну, единственную истину, что мы в нём. в этом заключается причина нашего существования в этом особым состоянии, называемом этот мир, причина всего того, что с нами происходит. Вот это.